Еще до стартовой сирены было очевидно, что в матче с Руной хозяевам паркета придется куда тяжелее, чем в прошлом матче с Локомотивом. Ведь гости финалисты прошлого сезона и одни из фаворитов нынешнего. Состав у москвичей остался практически без изменений, все лидеры на месте. Команда выдала стабильный и ударный старт. Две победы в чемпионате из двух возможных. Но наш Барнаул не стушевался, а гости были к этому не готовы. Тяжелый для нас матч, несмотря на большую разницу, которые были в счете, предложилось предварить максимальные усилия, чтобы сравнить чашевую строку в нашу бой. Уделили его поочерному меманду второе трону лидерам в команде соперник от защиты сыгранных. Встречу Барнаул начал по-хозяйски. В первые минуты наши уступали лишь в один балл, а вторую четверть хозяева и вовсе выиграли. Однако, хелесово пита нашей команды пока что именно вторая часть игры. Хозяева потеряли игровое пыло, а опытная Руна этим воспользовалась. Итоговый счет 73-93 в пользу москвичей. Мы можем играть с любой командой нашей леди, с любой командой. Мы можем играть на равных, даже с такой сильной командой, как Руна. Но еще раз игра показала, что нам, чтобы побеждать эти команды, нам не хватает немножко сил, немножко энергии, немножко где-то ротанции, конечно. Но в общем, настрой ребят мне сегодня понравился. После четырех игр наша команда занимает 14-е место из 15-ти в турнирной таблице с активом в 5 очков. Отмечу, что это только начало сезона, отрывы минимальные. Например, «Динамо» из Владивостока идет на первом месте, и у них всего 8 очков. Все еще впереди. Следующий матч «Барнаул» проведет на выезде против «Купола Родники» 31 октября. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком.